Здравствуйте, уважаемые аудиолюбители! Сегодня с большим удовольствием хочу вам представить полочную акустику от компании HECA Aurora 300. Буду нахваливать эту акустику. Ну нравится она мне, потому и нахваливаю. Впрочем, я никогда не скрывал особых симпатий по отношению к акустике этой славной, немецкой компании, которая на рынке с 1949 года. Например, вот акустические системы Direct N-Kline, широкополосники, с которыми вас знакомил. Это чисто мое личное, никому ничего не навязываю. Вот из того, что услышал в категории до 150 тысяч рублей. Для меня, наверное, это самые лучшие широкополосники Direct N-Kline. А звучание топовых Кончерта Гросса с электроникой Макинтош глубоко запало в душу. Сегодня у нас полосники. Цена их в нашей компании Проектор 27 тысяч рублей. Вот как бы нравится акустика компании HECA, еще раз это подчеркну. Но, тем не менее, вот в этой ценовой нише до 30 тысяч рублей в фаворитах у меня эта акустика CENSOR 3 датской компании DALI. И вот эта акустика, она, как бы это сказать, не то чтобы потеснила фаворитов, но, по крайней мере, стала с ними вровень. То есть да, я как бы не сравнивал их звучание в одном тракте, что называется, лоб в лоб. Не выискивал там различия в звучании. Но вот по тому, как сделана эта акустика, вот как она преподносит музыку, ну, она оставила не меньшее впечатление, чем, скажем, акустика CENSOR 3. То есть также очень самые положительные испытал впечатление от прослушивания этой акустической системы. Итак, акустика двухполосная. Грили на магнитиках, легко снять, легко поставить. На передней панели два динамика, средний низкочастотный динамик 17 сантиметров в диаметре. Традиционно материал диффузора крафт бумага. Вот традиционно использует компания HECA этот удачный материал в своей динамиках. И спасибо ей за это. Так, на резиновом подвесе. А вот высокочистотник здесь, это новая разработка компании HECA. Это высокочистотник FLUCTUS. Здесь применяется феромагнитная жидкость в воздушном зазоре, которая и охлаждает катушку, и в то же время дефирует диффузор. Значит, диаметр этого мягкого купольного высокочистотника 28 миллиметров. Купол его изготовлен из мягкого материала полиэстер. Вот отдельное все-таки еще скажу за высокочистотники, мягкие купольные высокочистотники от компании HECA. Они в воспроизведении высочайших обертонов, обертонов высокочистотных, они могут посоперничать с динамиками, материал которых из металла, скажем, из алюминия, из титана. То есть они очень подробно воспроизводят, даже верхние амператоны. И вообще преподносят высокочистоты красиво. Красиво, широкие такие красивые, разнообразные высокочистоты. Хорошая микродинамика. Обрамление высокочистотника. Здесь волнообразное такое обрамление. Это служит для лучшей диспенсии, лучшего распространения высоких частот. Для улучшения качества высоких частот. Средний низкоцистотный динамик. Он надежно прикрепится к передней панели шестью болтами. Здесь корзина металлическая. Передняя панель, она акустически глухая. Она очень жесткая, акустически глухая. Это передняя панель. Она под углом 90 градусов переходит в верхнюю панель. Панель это очень жесткая. Увеличивает жесткость корпуса, также хорошо подавляет резонансы. Призвуки корпусные. Расцветка. Здесь у нас темный сатин. Есть еще светлый сатин расцветка. На задней панели видим отверстие фазоинвертора, скругленные края. То есть фазоинвертор выполнен тщательно. Кругленные края подавляют призвуки воздушного потока. Клеммы качественные желтого металла. Изолированные клеммы. То есть бьямпин, бьямпин, бьямпин. Пожалуйста. Характеристики акустических систем. Частота. Диапазон воспроизводимый от 32 до 42 с половиной килогерц. То есть я понимаю это всего лишь цифры в паспорте и звуку не всегда не имеют отношения. Но тем не менее вот 32 герца нижняя частота. До этого значит в обзоре была акустика от компании ТОНОЙ линейки Меркури. Это были напольники, достаточно крупные напольники Меркури 7.4. Вот там нижняя граничная частота была тоже 32 герца, как и у этих. Вот что хочу сказать. В нашей комнате прослушивания, которая 16, ну можно 17 квадратов. Вот субъективно количество баса у этих полосников было примерно такой же, как у Меркури 7.4 напольников. Субъективно. Да, если его сравнивать, конечно, вот в сравнении, то бас, конечно, у Меркури он был более структурирован, он был более выраженным. Вернее даже не так это слово выражен и в индиоте хорошо выражен. Он был более подробный, скажем так, более структурированный. Вот. Более подвижный был, более свободный бас был у Меркури. Ну и для этих наполосников, как они выдавали, управлялись басом, ну очень хороший результат. То есть, если вот не сравнивать, то как бы в комнате в нашей 16, ну или 17 квадратов, как я сказал, они создавали иллюзию, что играют напольники. Играют напольники. Весь остальной спекар здесь также хорошо он выверен, хорошо сбалансированный, классные, красивые, высокие частоты, подробные, подробная середина, вокал великолепно передается, хорошая макродинамика, хорошая макродинамика. То есть, как бы, ну а микродинамика, как я уже говорил, здесь просто радует. То есть, как бы, вот, акустика универсальная. Можно слушать разные жанры, разные жанры. Я и слушал на них разные жанры. И рок слушал, и джаз слушал. Все принесло удовольствие. Не меньше удовольствия, чем прослуживание цензоров 3. Поэтому и ставлю вот эту акустику, вот, также зачисляю для себя фаворитки наряду с цензорами 3. Обратите внимание на эту удачную акустическую систему. Цена качества здесь просто великолепная. Повторяю, в нашем магазине проектор цена 27000 рублей. Значит, еще характеристика включительная здесь 90 дБ. Подводимая мощность номинальная 80 Вт, пиковая 150 Вт. Сопротивление от 4 до 8 Ом. Рекомендую мощность усилителя от 20 до 150 Вт. Спасибо за внимание. До свидания.